У грибников есть такая примета Если зацветает яблоня, смело ступай в лес В лесу начались сморчики Ой, а здесь еще два, нет, три Чуть не поставила сюда корзинку Еще вот такая вот поляна То есть эти грибы действительно растут большими семьями Там, где один нашелся гриб, там же следует искать и все остальные И не все попадаются на глаза Кто-то еще прячется, действительно Прямо крепыши И тут семейка не заканчивается Здесь еще два И поляна на самом деле могут быть просто огромными На одной поляне может вырастать до 50 экземпляров этого гриба А это сморчок конический Он так смело прячется у нас в этой листве Почти сливается с этой природой Посмотрите, здесь у нас осинник И в этой осиновой листве ему очень комфортно Он очень умело прячется Такой вот грибок искать довольно сложно Но стоит найти один Как тут же нужно оглядеться по сторонам Аккуратно не растоптав остальные грибы Можно обнаружить еще один гриб Вот второй рядышком буквально Буквально в двух шагах Он также не заметен Скрывается очень умело Сливается окраска его шляпки вместе с листьями То есть нужно приглядываться И тогда можно будет обнаружить такие вот грибочки Конический сморчок Назван в честь своей формы Она такая вот коническая Этот гриб не спутаешь ни с чем другим Потому что он единственный в своем роде Тоже сморчок конический Вот грибок И вот такие вот грибок Менгрибок Уточняю Назван по шагам Грибок Сверху Сверху К hug Вот в таких вот зарослях, в зебрях, лещины, бурелома нужно искать вот такие грибы, как сморчки конические. Даже не каждый опытный грибник сможет найти этот гриб с первого раза. Достаточно заметить один и искать рядышком его соседей. Вот такой вот маленький грибок. А если бы сейчас пошел дождь, таких бы грибов было намного больше. Здесь вот один, второй, третий, там четвертый, пятый и я уверена это еще не предел. Излюбленное место сморчков это осинники, это лещина, это белолистки. В общем это смешанные леса с убогащенной песчаной почвой. Место должно быть увлажнено. Если влаги не хватает, гриба в этом году не ждите. Конические сморчки предпочитают расти семейками. Поэтому обязательно рядом можно обнаружить еще экземпляры. Это очень вкусные грибы. Из них получаются отличные жульены. Их можно запекать, жарить, тушить и даже консервировать. Очень вкусный гриб, нежнейший. Пахнет просто превосходно. А здесь даже не один, а целых два рядышком сморчка конических. Да, эти грибы не спутать ни с каким другим грибом. Грибочек этот собирается очень давно. Он был изучен и описан еще в 19 веке. Еще наши бабушки и дедушки собирали его для того, чтобы приготовить из него настойку, которой лечили все глазные болезни. Настойка из этого гриба улучшала остроту зрения, успокаивала зрительные нервы. Там еще один гриб, я вижу. Вот у тебя будет под ногой. Также встречается вот такой вот гриб, который встречается в принципе еще раньше, чем сморчок конический. Этот гриб называется сморчковая шапочка. У нас в Краснодарском крае, на Кубани в частности, эту шапочку можно собирать с конца марта. То есть этот гриб появляется еще раньше. А сморчковая шапочка названа потому, что это не сморчок, а вот такой вот гриб, на котором на ножке его находится шапочка. Поэтому так и зовется. И если мы сравним вот этот вот гриб, сморчок конический, мы можем его даже разрезать и посмотреть, что у него внутри. Ножка у него не отделяется, она как бы приросшая к основанию шляпки. Если мы разрежем его пополам, то мы увидим, что здесь ножка и шляпка это в принципе одно целое. Не менее прекрасный гриб, сморчок съедобный. Этот гриб появляется чуть позже остальных. Он набирает только сейчас обороты и продолжается до середины мая примерно. Он будет всегда светлее, чем конический сморчок. Его поры, соты, так называемые, они всегда будут округлой формы. То есть если мы возьмем конический сморчок, у него будут более продолговатые оборотки на шляпке, а у этого более округлые. И конечно же от сморчковой шапочки он отличается тем, что у шапочки ножка свободно отделяется от шляпки. А у этих двух грибов ножка, она как бы приросшая к этой шляпке. Все эти грибы невероятно вкусные, нежные и очень полезные. Попробуем. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok